Вулканический массив К среднеперсидскому массист Самый большой Армяне же называют их большой и малый Арарат И считают своими Вплоть до предания им статуса национального символа И размещения их изображения на гербе республики Причем основной упор делается на рассказы о том Что именно к этой горе Согласно легенде Когда-то прислал Ноев Ковчег Процитируем авторитетную британскую энциклопедию британика Арарат священен для армян Который считает себя первой расой людей Появившейся в мире после всемирного потопа Тогда Ной со своей семьей спустился с горы И жил в Араратской долине Посадил виноград И положил начало виноделию Арарат Боль и гордость армянского народа Да-да Именно сюда по преданиям И пришвартовался Ной во время Великого потопа Это к ней причалил Ковчег праведника Ноя Со всеми зверями Именно тут началась новая жизнь на земле Вот так вот Ни много, ни мало И это при том, что причастность так называемого армянского Арарата к Библии Никогда не была подтверждена ни одним серьезным ученым Тем не менее, изображением Арарата буквально утыкана вся сувенирная продукция в Армении Под таким названием продаются конфеты, бутилированная вода, колбасные и сырные изделия, соки, одна из марок местного бренди и сигарет Название Арарат носят провинция, город, две деревни, железнодорожная станция, ереванский футбольный клуб, популярное в стране FM-радио, музей и множество других объектов, как, например, отели, причем не только в самой Армении, но и в других странах Гора изображается на денежных знаках Ей посвящают стихи и песни, изображают на картинах Слово Арарат даже перешло в разряд имен В качестве самого, что ни на есть свежего примера, можем привести Арарата Мирзаяна, бывшего спикера парламента Армении, а ныне министра иностранных дел Спросите у любого человека, не связанного с наукой, и, скорее всего, слово Арарат для него действительно будет ассоциироваться с Арменией Это наглядный пример силы пропаганды в действии А ведь речь идет о фальсификации международного масштаба Да что там обычные люди? Перефразируя Пушкина, с ожелением отметим, что обманываться рады даже авторитетные мировые издания Например, в Большом российском энциклопедическом словаре говорится, что на Арарате останавливался согласно библейскому сказанию Ноев Ковчег во время Всемирного потопа В 2011 году состоялась премьера документального фильма «Путешествие на Арарат» эстонского режиссера Рихо Вестрика Член Национального совета Словацкой республики Франтишек Миклоско как-то заявил, что гора Арарат – христианское наследие армян В подобном же духе высказывался видный немецкий эксперт в области геноцида доктор Тесса Хоффман Статьи и сюжеты, посвященные так называемому армянскому Арарату, публиковались газетой «Фигаро», телеканалом «Франс-2», газетой «Телеграф», «Би-Би-Си» О символической принадлежности Арарата армянам, а также о том, что именно к этой горе и пристал когда-то Ноев Ковчег говорили даже крупные церковные деятели Во время проповеди в Ереване 26 сентября 2001 года папа римский Иоанн Павел II заявил «Мы недалеко от горы Арарат, где по преданию остановился Ноев Ковчег» А вот слова святейшего патриарха Кирилла, сказанные им в ходе приветственной речи во время визита в Армению в марте 2010 года Каждый, кто приезжает в Армению, получает неизгладимое впечатление, лицезрея ее главный символ Священную гору Арарат, на которой остановился после потопа Ковчег праотца Ноя Честно, мы не знаем, как удалось ввести в заблуждение предстоятеля Русской Православной Церкви и Папу Римского Но точно знаем, что одного из патриархов российского востоковедения провести не удалось Давайте послушаем, что говорит Михаил Борисович Петровский Надо сказать, что тот Арарат, который был в древности, тот, который упоминается в Библии Это не тот Арарат, который существует сейчас Это горы несколько южнее, какие-то, условно, курдистанские горы Там есть несколько гор, которые вот и назывались в древнем названии Арарат В связи с перемещениями разных центров на север, оно от гора Масис получило название Арарат Так что Ковчег-то надо искать на другой горе Поэтому всякие находки на нынешнем Арарате могут вызывать только улыбки В Библии указано место, где Ноев Ковчег причалил к земле Он остановился в горах Араратских И эти горы примыкали с севера к Месопотамской равнине А с юга – к озеру Ван Расположенные на севере Осирии, эти библейские горы не имеют никакого отношения к горе Аградак По той простой причине, что библейский миф о потопе и Ноеве Ковчеге Охватывал только Месопотамский ареал и не выходил за его пределы Один из древнейших источников нашей цивилизации Библия Описав знаменитый миф о всемирном потопе Освещало предание Дворечия, которые гласили Что легенды и сказания о всемирном потопе Не могли быть созданы за пределами Месопотамии И в античные времена, и в средние века Гору, который пристал Ноев Ковчег Искали там, где сегодня проходит граница Турции и Сирии Но никак не на Кавказе И об этой истине писали и евдейский историк Иосиф Флавий Отец армянской истории Моисей Харенский Армянский историк Фафтос Бузант Об этом можно прочитать в библейской энциклопедии Браггауза В электронной еврейской энциклопедии Свидетельство содержится в трудах русского историка-этнографа, Кавказоведа и председателя Кавказской археографической комиссии Евгения Вейденбаума, русского Кавказоведа Льва Берга, Крупнейшего Кавказоведа XIX века Петра Услара, Профессора еврейских и библейских исследований В университете Вандербильта в Теннессе Джека Сассена, Британского историка Джеймса Брайса и многих других Также необходимо уточнить, что все рассказы о находках на горе, именуемой в Армении Араратом, якобы то ли очертаний, то ли обломков кавчега, относятся к слухам. И у серьезных ученых, вроде Петровского, они, конечно, как он сам выразился, могут вызывать только улыбку. Я бы обратил внимание на слова Петровского, который сказал, что, конечно же, искать ноев кавчег на горе Арарат выглядит немножко смехотворно. Он говорил, что когда начало центры перемещаться на север, вот таким образом название перешло на север. Что он имел в виду? Это известно всем армянским историкам. Было колоссальное переселение армянского населения из Ирана нынешнего и Турции на Кавказ, с предела России, тогдашний началь XIX века. И вот получается, что вместе с переходом населения армянского на север, вместе с ними пошли и горы, и реки, и города со своими названиями. То есть они искусственно тянут эти названия на север. Плессификация приняла столь колоссальные масштабы, что все, действительно, многие верят, что гора Арарата – это та самая, о которой идет речь в Библии. А историки все прекрасно знают, и армянские историки прекрасно знают, что это совсем не та гора. Названия были перетянуты, как и другие названия городов, там, Армавир. Так откуда же взялся миф о библейском Арарате вблизи Еревана? Миф этот создали махитаристы. Те самые, которым очень хотелось создать для армянского этноса особую историю. Да так, чтобы армяне занимали в христианском мире особый статус. И, конечно же, чтобы весь христианский мир, забыв обо всем, решал, как подарить христианской Армении библейский Арарат, не имеющий к ней никакого эксклюзивного отношения. При этом необходимо было вычеркнуть из исторической памяти изначальную локализацию этих библейских гор. Приефратский ареал. Мы же напоминаем о нашем Пари, условия которого вам известны. Кто найдет подтверждение мифа о библейском Арарате вблизи Еревана, тот получит указанную сумму. Наука все прекрасно знает. Обращаем внимание наших зрителей на то, что речь идет о мегафейке, который затрагивает не только саму Армению, но и историю всего Древнего Востока и имеет действительно мировой масштаб. И этот фейк отвергается мировой исторической наукой. Мы не оспариваем право армянского государства изобретать себе какие угодно символы и помещать их на государственный герб, использовать их в историографии, образовании, культуре, а также эксплуатировать в туристической сфере. Верить этому вопреки науке или нет – уже личный выбор каждого, кто интересуется Арменией.